всем привет как и обещала сейчас мы с вами протестируем товар из предыдущего видео но для начала хочу выкрасить и зеленый лак от лесли я всегда все лаки для стемпинга выкрашиваю на такие палитры ромашки чтобы мне потом было легче определиться с цветом и заодно посмотреть какая плотность у лака посмотрите как классно в один слой сразу перекрыл ну как бы тут второй слой естественно не нужен потому что это не гель-лак а лак для стемпинга и теперь дам ему высохнуть подпишу и все и будет готово вот такие палитры у меня с лаками для стемпинга и мне всегда очень удобно выбрать тот или иной цвет все лаки подписаны вот видите вот такой лайфхак если что если у вас много лаков чтобы было легко определяться не обязательно закрашивать весь типсик просто половинку можно закрасить и все так ну и все положу чтобы он высох как видите цвет очень плотный и довольно таки красивый вот сейчас даже для интереса какие у меня тут есть зеленые вот почему я заказала зеленый вот темно зеленый вот рядом я приклады вот такой есть цвет ну хотя чем-то похож но этот немножко потемнее по моему да вот этот светлей а этот темней так и все и вот здесь еще на вот этого есть старенький николь дайди вот такой зеленый который уже давно пора выкинуть он очень очень старенький и вот такой яркий есть оценки вот а вот этот прям вот зеленый зеленый то есть тот самый ну и давайте начнем с пластины от enigma я ее показывала в прошлой распаковке очень классная пластина красивая здесь возникли споры из-за вот этого рисунка то есть вот эта девушка пластина вернее шляпа от этой девушки якобы плохо отпечатывается сейчас проверим снимаем пленочку такая пластинка матовая очень хорошо она не будет бликовать и сейчас я приготовлю пару типсиков и мы с вами сделаем рисунки какие-нибудь давайте что-нибудь выберем например хочу попробовать эйфелеву башню сделать на заднем плане например а потом вот эту девушку ну или вот эту как будто она любуется эйфелевой башней такой небольшой дизайн сделаем и как раз мы протестируем вот этот лак для стемпинга черный у меня есть такой же но уже не первый покупаю вот делала демо листы и он уже тут на исходе ну хочу показать вам новый чтобы вы уже знали как он себя ведет типс перекрыла таким нежно-розовым цветом ну и давайте начнем с эйфелевой башни то есть мы наносим лак на пластину вот так она получается убрала все излишки и отпечатываю на типс гравировка у пластины очень хорошая я вот итираю прям у меня аж цепляется сама салфетка ответе даже ворс у нее появился от того что очень такая сильная гравировочка но тем не менее посмотрите четкие линии может быть я поспешила то есть здесь получилось их не видно которые внутри сейчас девушку перенесем вот эту которая стоит у нас задом получается к нам берем от лесли ну да я уже заранее вижу что у нас самой шляпе нету этих прожилок которые на демо листе так где тут она вот видите тут должны быть вот такие полосочки их не видно но я сейчас попробую другим скребком возьму тонкий вот такой скребочек от лесли который работает с тонкими линиями и мы попробуем еще раз много краски я не буду туда заполнять и аккуратно ну да все равно остается вот это вот как назовем грязь вот видите ничего страшного сейчас я раскрашу и перенесу на типсик таким светлым закрашиваем тело девушки ну то есть открытые участки кожи я подобрала конечно такой цвет цвет может быть он не совсем похож но тем не менее проверяем обязательно с обратной стороны сарафан хочу сделать такой ярко-красный тут конечно он больше любой поэтому его не так заметно будет но тем не менее мы должны что-то здесь как будто бы лямочки проходят и вот здесь немножко обязательно проверяем смотрим что у нас там ну и осталось там шляпе небольшие как бы или ленточка там проходит или что ты вот здесь чуть волосы ну вот добавила коричневого вместо волос ну то есть будет у нас волосы коричневые и вот так она выглядит так плохо наверно вам видно где шляпа я там добавила красненького будут окребить ну и теперь дождаться высыхания и перенесем на пластину здесь липкости есть то есть от гель-лака обязательно проверяйте липкость если она такая как скотч такая ну немножко липковатая как скотч то она подойдет если она вяжет то есть вот такая вязкая скользкая то обязательно ее удаляем и наносим праймер тогда ну что девушка у нас подсохла и давайте ее перенесем вот так отлично у нас вписалась темноватая да и за шляпы можно сделать следующий раз сам рисунок то есть взять таким светло-коричневым каким-то цветом то есть сам контур или даже красным цветом ничего страшного у вас вот это все будет красный сарафан шляпа будет уже сразу красная волосы в этом добавите какой-то цвет и кожу также можно будет спокойно раскрасить темновато до получилось но давайте добавим ярких акцентов с этой пластины я хочу попробовать зеленый лак от лесли и вот эти листики попробовать отпечатать и у меня потеряла свой штамп как видите очень плотный такой цвет мы сделаем так ладно один лист сюда поставим так и хочется вот здесь что-то еще добавить вот опять этот же лист я взяла только с вот этой стороны уже перекрыли мы конечно эйфелеву башню но ничего страшного лишние вот эти остаточки можно спокойно убрать с персиновой палочкой то есть вот эти все кусочки пока вы еще топом не перекрыли так ну здесь лучше взять наверное ватную палочку и аккуратно ей уже потому что эти пигмент остался так ну что нибудь давайте еще добавим ну вот при помощи демо листа я нашла там еще один листик как раз он нам тут будет нужен маленький маленький такой то есть мы его тоже переносим так где у меня другой скребочек здесь я уже беру более такой твердый скребок потому что рисунки полы и много в них краски вот эти все излишки убираем с помощью мы или такого блока валика для одежды или аккуратно штампиком то есть не штампиком этим скребком на говорю вот смотрите маленький листик он как раз вписался и можно где-нибудь здесь еще сделать я думаю хватит на этом перекрою сейчас топом решила я еще вот такой рисунок добавить вот сюда чтобы уже более менее был завершенный дизайн и вот такой дизайн у нас получился да темновато получилось девушка то есть вот это все черное сама эфелева башня тоже ну ничего здесь рисунков очень много поэтому я думаю можно что-то подобрать потренироваться может быть и не будет так давайте еще попробуем вот эту девушку вообще если приглядеться смотрите вот сама шляпа да и в ней такие вот где красным я раскрашивала то есть вот эти прожилки их видно просто получилось более такой ну тем не менее мы зато видим какой классный лак пик нейл какой он пигментированный так показываю старый вот он новый который сейчас был но он одно и то же какой он пигментированный вот прям черный черный очень классный следующий дизайн я буду делать на вот такой на такой цвет давайте попробуем вот это колесо обозрения перенести здесь я хочу взять какой-нибудь другой цвет не черно ну хотя пускай будет черный так сейчас подготовлю пускай будет черный потому что нам надо все таки узнать все точности как у нас переносится рисунок и но здесь уже получше смотрите видны все перекладины какие там имеются то есть в самом колесе сейчас уберу излишки и вот так я его приземлила еще раз повторюсь гравировка очень глубокая поэтому вот возможно рисунки которые имеют большую часть ну то есть вот прям полые такие они получаются такие да как вот грязные немного но тонкие линии хорошо все передаются сейчас хочу вот эту как раз девушку и попробовать она тут более состоит из тонких линий вот листочки вот эти вокруг нее сама одежда у нее ну то есть должно быть получиться более четко ну вот смотрите здесь уже у нас линии все четкие видно хорошо и и прям даже прям даже от зеркаливает аж куда-то этот рисунок сейчас я раскрашу и перенесем для начала раскрашиваю я и листики вот эти все то есть они имеют черные прожилки а вот эти сами места между ними там листики так здесь уже лак у меня подсыхает поэтому очень осторожно лучше добавить свежего ну так как я тут уже докрашиваю можно сказать то не буду смотрите вот так получается фокусируется на штампе дальше взяла у такой розовый хочу вот эту рубашку или что у нее тут ну наверно или рубашка или платье какое-то раскрасить этим розовым цветом стараемся делать это аккуратно но здесь я возможно переборщила потому что там складки такие не поймешь что ли там другая какая-то одежда уже ничего страшного главное нам протестить сам рисунок так что ты не фокусируешься волосы я решила и сделать желтый будет она у нас такая блондиночка ну и лицо вот так выглядит она а иногда фокус проявляется но что дожидаемся высыхание ставим ну что ставим на штамп на фото типс нашу девушку такую красивую все отлично перенеслось ну и чего-нибудь конечно не хватает опять же наверное зелени сейчас что-нибудь сюда придумаем вот в этот уголок решила я поставить надпись с этой же пластины и получился вот такой дизайн вот такие у нас дизайны получились я думаю достаточно рисунков очень много можно очень долго играть очень долго собирать разные дизайны тут вариантов просто миллион и вот этих вот как путешественниц здесь влюбленная парочка рязанская башня ну опять же мост колизей березки вот эти шикарные просто то есть тут очень много лондону пицца даже кусок есть поэтому меня была главная задача проверить вот эту девушку но опять же на демо листе у нее прорисовки а здесь у нас даже если приглядеться здесь просто сделано видите полый рисунок полый рисунок и кое-где местами проблескивает вот как у здесь в шляпе в этой вот такие кусочки то есть ничего страшного просто можно сразу делать это все другим цветом то есть соломенная шляпка сделать соломенный цвет полностью будет контур платье у нее ну где-то там будет что-то добавлено немножко других ярких акцентов а так пластина очень шикарные рисунки просто супер так ну вот сегодня с вами протестировали пластину лак лак вообще потрясающий сами видите что цвет очень яркий такой насыщенный зеленый прям настоящий ну и черный естественно от пикнел в нем я всегда уверена все на этом заканчиваю небольшой такой свой обзорчик тестирование остальные пластины мы протестируем следующем видео подписывайтесь на канал ставьте лайки впереди много интересного всего вам хорошего и до новых встреч